Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Минувшая неделя оказалась очень нервной, настроения у инвесторов были неустойчивые, американский индекс собросался из стороны в сторону из-за заседания ФРС. Неожиданной оказалась первая реакция на агрессивное повышение ставки в США. Рынок акций перешел к восстановлению, но по итогам была продемонстрирована худшая неделя после пандемического обвала в 2020 году. Сейчас рыночные игроки имеют дело с устойчивым медвежьим трендом. Корректирующие ралли, безусловно, возможно, но дно падения не пройдено, катаклизмы еще будут. Вопрос в том, насколько выраженными и глубокими станут последующие просадки. Инвесторы пытаются понять и просчитать, где именно будет сформировано дно и был ли обвал минувшей недели кульминационным. В любом случае стресс становится менее выраженным, во втором полугодии ожидается ослабление инфляционного давления на фондовые рынки. Тема агрессивного настроя ФРС будет отыгрываться на новой неделе. Инвесторы продолжат оценивать перспективы американской экономики на фоне решения повысить ставку сразу на 75 базисных пунктов. Угроза рецессии усиливается по понятным причинам и может навредить рынку ценных бумаг. Инвесторы уже начали сравнивать текущую ситуацию с прошлым кризисом 2008 года. Но пройдет ли все в этот раз по шаблону? Оставайтесь с нами, досматривайте видео до конца и делитесь своим мнением в комментариях. ФРС на прошлой неделе отличилась самым большим повышением процентной ставки с 1994 года. Впрочем, это не стало неожиданностью для рынка, который на тот момент уже закладывал в котировке подобный шаг. После выхода горячих цифр по инфляции по-другому и быть не могло. ЦБ мог застать рынки врасплох в другом случае, если бы не поднял ставку на 75 базисных пунктов. Это в какой-то мере обусловило первую позитивную динамику в Уолл-стрит. Фондовые индексы восстановили позиции в среду. Индекс Dow закрылся на 303 пункта выше, индекс S&P 500 вырос на 1,5%, а NASDAQ на 2,5%. Инвесторы восприняли факт повышения ставки как усиление борьбы с инфляцией. Волшебным образом повлияла и пресс-конференция Джерома Пауэлла. Рынки прониклись риторикой главы ФРС. Как правило, после эйфории наступает разочарование. Действительность не так уж проста и тем более далеко не оптимистична. Призрак рецессии приобретает четкие очертания. Инвесторы задаются вопросом о том, сможет ли регулятор предпринять такие решительные действия, не сломав экономику. Повышение ставки на 75 базисных пунктов – неразовая акция. Об этом просигнализировал Пауэлл, а высокопоставленные представители ЦБ через несколько дней после заседания практически убедили инвесторов в жестком подходе к проблеме инфляции на следующем заседании. Риск наступления рецессии при этом не отвергается, как это было раньше, и ФРС пыталась всеми правдами и неправдами откреститься от проблемы инфляции. Урок вынесен. Вот только насколько это поможет в текущей ситуации и как это повлияет на рынок акций. Падение ключевых индексов, которое последовало в четверг, после осознания действительности загнало показатели глубоко на медвежью территорию. Промышленный Dow Jones потерял более 700 пунктов внутри сессии, упав ниже 30 тысяч впервые с января 2021 года, в то время как S&P 500 и Nasdaq просели на 3,1% и 3,9% соответственно. Недельное падение Dow Jones составило 4,8%. В понедельник, 20 июня, Dow и другие ключевые индикаторы коррекционно росли. Естественно, это не разворот, а передышка после падения, обусловленная к тому же выходным днем в США. В пользу продолжения медвежьего рынка достаточно факторов. Число бумаг, которые обновляют минимумы, регулярно превышает число акций, достигающих новых максимумов. Разница этих показателей, как правило, начинает расти раньше, чем рынок достигает локального дна. Сейчас это значение все еще снижается, даже на фоне недавних попыток фондового рынка начать корректирующие ралли. Число акций, переписавших максимумы, ненамного превысило количество бумаг, достигших новых минимумов. Кроме того, положительную разницу можно было наблюдать всего лишь несколько дней. Это на данный момент не позволяет говорить об окончании медвежьего рынка. Катастрофически просевший и перепроданный рынок все еще не достиг локального дна. Услышав о вступлении в медвежью фазу, инвесторы в первую очередь проводят параллель с кризисным 2008 годом. Однако тогда потери по отдельным индикаторам превышали 50%, что примерно в 2,5 раза больше текущей просадки. В те годы вся финансовая система оказалась под угрозой краха. И проводить такую параллель было бы ошибочно. Текущая проблема шире и носит совершенно другой характер. Что касается индекса широкого рынка S&P 500, то он за неделю обвалился на 5,8%. Быки и даже долгосрочные инвесторы переживают непростые времена. После пробоя минимума мая, подтвердившего падение на 20% с рекордного максимума начала 2022 года, S&P 500 может прямиком пойти на отметку 3390 пунктов. Это пиковый уровень февраля 2020 года, зафиксированный перед обвалом, вызванным пандемией. Что происходит и чего ждать дальше по данному индикатору? Углубления медвежьего рынка мало кто ожидал. В основном рыночные игроки пытались придерживаться мнения о том, что уровень 3855, с которого, соответственно, начался медвежий рынок, станет прочной поддержкой. Так было бы более комфортно всем. К тому же, ранее фондовый рынок неоднократно брал паузу в падении непосредственно у этого уровня. Аналогичная тенденция наблюдалась и в 2011, и в 2018 году. Сейчас, как мы понимаем, задействован иной, возможно, более грубый сценарий. Сначала фондовый рынок удержался на уровне 3855, затем произошел пробой. Встреча с доковидными максимумами вполне может произойти. Отдельного внимания также заслуживает отметка 3195. Оба уровня могут обеспечить существенную поддержку. Стоит отметить, что индекс S&P 500 в сентябре-октябре 2020 года до позитивных новостей о вакцине и президентских выборах провел в диапазоне 3200-3580 и только потом взлетел вверх. Все может вернуться на круги своя. Если говорить о ближайшем будущем, то после пробития ключевого кластера 3855, о котором упоминалось сейчас, будут видны дальнейшие происки продавцов. Следующей целью выступает значение 3500. Здесь может быть сформировано временное основание. Более агрессивная политика ФРС создает препятствия для экономического роста фондового рынка. Экономисты снижают прогнозы по ожидаемому восстановлению на конец года. Для S&P 500 теперь максимумом является отметка 3900 по состоянию на декабрь. Учитывая, в какую сторону развиваются события, позже и этот максимум может быть скорректирован. Высокотехнологичный NASDAQ, как и промышленный Dow, просел за неделю на 4,8%. Восстановительная динамика понедельника немного улучшила его позиции, но кардинального изменения и надежд на лучшее будущее индикатора питать не стоит. Ситуация такова. Американские экономисты резко повысили прогнозы вероятности рецессии в ближайший год до 44%. В апреле для сравнения этот показатель составлял 28%. Такие цифры обычно называются, когда страна находится на грани или во время реальной рецессии. Ранее министр финансов США назвал инфляцию в стране неприемлемо высокой. Джо Байден подтвердил, что избежать рецессии не удастся. С другой стороны, падение рынка США выглядит несколько избыточным. При этом в котировках акций уже учтена рецессия на 85%. Общий медвежий тренд констатирован. И на этом фоне начинают появляться мнения о возможном отскоке акций, которые упали слишком сильно. В списке претендентов на отскок компания Zoom, потерявшая с начала года 40% стоимости. Спрос на видеоконференции резко возрос во время пандемии. И несмотря на возвращение в офисы, удаленные гибридные формы работы становятся новой формой жизни. А значит, востребованность Zoom и потенциал роста бумаг остаются в силе. Но не все настроены оптимистично. Больше половины опрошенных аналитиков, отслеживающих акции Zoom, настроены нейтрально. Около 30% респондентов считают, что нужно покупать на перспективу. В перспективе 12 месяцев цена за акцию может составить 153,69 доллара, что представляет собой потенциал роста почти на 40%. Достаточно волатильны на прошлой неделе были и акции Tesla. Наиболее сильное снижение было зафиксировано в конце недели. Внутри сессии бумаги падали на 8,5%, протестировав уровень поддержки в 625 долларов. Обвал связан с общей слабостью фондового рынка из-за распродажи в энергетическом и технологическом секторах. Свою негативную роль сыграла и новость о том, что компания Илона Маска повысила цены на электромобили. Tesla и так была недешевой, а сейчас почти каждый ценник поднялся от 2 до 6 тысяч долларов. Инвесторы негативно отреагировали, так как, по их мнению, повышение цен в условиях растущей конкуренции является не самой лучшей идеей. Мы продолжаем следить за ситуацией, чтобы вы всегда оставались в курсе событий. Не забывайте подписываться на наш канал и комментировать видео, ведь мы работаем для вас, снимая самые актуальные выпуски каждый день и каждую неделю. На этом мы завершаем наш выпуск. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!